Башар Асад считает невозможным полное прекращение огня между воюющими сторонами в Сирии. Выступая перед членами Национального профсоюза адвокатов, сирийский президент допустил, что оружие может быть применено даже во время перемирия, так как этот период не должен быть использован для усиления позиций террористов. У Сирии нет нового выбора, кроме победы в войне, заявил Асад. До сих пор мы слышали требования о прекращении огня уже через неделю. Хорошо, но кто сможет обеспечить все эти условия для прекращения огня? Никто, кто будет общаться с террористами, если террористическая организация откажется соблюдать прекращение огня. Кто спросит с них? Турцию и Саудовскую Аравию Асад назвал марионетками США. По словам президента, эти две страны не могут принимать самостоятельных решений о начале наземной операции. Они просто следуют приказам. Их роль в настоящее время делать громкие заявления, чтобы испытывать и шантажировать нас. Пойдем ли мы на новый раунд переговоров? Угрожать нам наземным вторжением, если мы не согласимся на уступки. Если бы мы купились на такое, они бы уже давно решились на вторжение. Сирийский президент выступил с этими заявлениями в день прибытия в Дамаск. Спецпосланник Агенсе КОН Стафана Демистуры, который пытается добиться перемирия и возобновления переговоров между враждующими в Сирии сторонами. Спецпосланник Агенсе КОНЕЦ 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 КОНЕЦ